Здравствуйте! Это Актуальное интервью. Я Андрей Погорелов. И мы обсуждаем актуальные вопросы и события. Сегодня гость нашей студии, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Наталья Чукавина. Наталья Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Рада приветствовать вас в нашей студии. В прошлом году мы показывали много сюжетов о проекте «Комфортная городская среда». И можно наверняка уже сейчас подводить итоги этого проекта, его реализации. То есть, сколько было, какие объекты построены, сколько дворов отремонтировано. Итоги уже можно подводить. Вы знаете, что с 2017 года впервые в истории России стартовал федеральный проект формирования комфортной городской среды. Тайминг у нас был очень жесткий. Все нужно было выполнить в максимально короткие сроки. И практически с нашими климатическими условиями в октябре месяце завершить все работы. Нужно сказать, что муниципалитеты справились. Мы очень переживали. Но, тем не менее, все у нас получилось. За 2017 год было благоустроено 17 объектов общественного пространства, или общественных территорий, так называемых, и 57 дворовых территорий. Нужно отметить, что 7 из них объектов вошли или стали номинантами конкурса «Лучшая практика муниципальная по реализации благоустройства». Хотелось бы отметить, прежде всего, это парки наши, парки, который возродился в городе Покровский, который появился в городе Мирным, в городе Удачный. У нас появилась очень хорошая парковая зона возле храма. Это два сквера появились интересные в городе Нейрингри. В городе Якутске реализован первый этап бульвара учителей, вы знаете. Это первый этап благоустройства озера Талая, озеро Шорс. Это появились очень много скверов, и работа будет продолжена в этом году. Вот как раз-таки следующий вопрос. Проект ожидает своего продолжения? Да, обязательно. И много же еще нужно облагоустроить, и не только в виде нашей республики. Да, проект будет продолжен однозначно. Сейчас все муниципалитеты с численностью свыше тысячи человек, а у нас их таких 111, приняли, пятилетние, не приняли, а разработали и разместили на сайте пятилетние муниципальные программы. Предусмотрена и уже четко зафиксирована государственная поддержка на 5 лет. Мы ежегодно будем получать порядка 200 миллионов рублей. Четко уже на трехлетнем бюджете, в федеральном бюджете, определена эта сумма, и проект однозначно будет продолжен. Вы знаете, что в рамках разработки муниципальной программы у нас муниципалитеты, прежде чем внести тот или иной объект, или дворовый территорий, провели инвентаризацию территорий дворовых и общественных. И по итогам, конечно, цифры очень впечатляют. У нас все-таки еще порядка 4 тысяч дворов требуется благоустроить. Порядка 150 объектов общественного пространства требуют реконструкции или ремонта. Поэтому работа предстоит огромная. И в этом году, в 2018 году, у нас уже, можно сказать, определилось число получателей. Если в прошлом году было 9, сейчас у нас в 2 раза это число увеличивается. У нас будет порядка 21 муниципальных образований. 5 из них крупных городов, по которым должны также пройти общественные обсуждения. И остальные 11 муниципальных, 18 муниципальных, это многорога в обязательном порядке. И по рейтингам отбора у нас прошли еще 11 муниципальных образований. Итого 21. Все остальные муниципальные образования 111 однозначно в течение 5 лет получат государственную поддержку по 4,5 миллиона рублей. Если господдержка будет увеличена, у нас число получателей еще больше станет. Но работа будет продолжена. Кроме Якутска, где еще наиболее активно развиваются объекты, которые связаны именно с этим проектом? Кроме Якутска, это у нас 5 крупных городов с численностью выше 20 тысяч человек. Это город Ленск, Алдан, Нерингри, Мирный. Вот в этих городах однозначно должны быть. Это все-таки города с наибольшей численностью населения. И мы прекрасно знаем, что если у нас будут дороги, будут пешеходные дорожки, будут детские площадки, будут площади, скверы и так далее, мы в этом городе захотим жить, и мы не хотим из этого города уезжать. Конечно, прежде всего, нам нужно акцент сделать на крупные города и на столицу республики. Как раз-таки следующий вопрос о крупных городах. Маталья Николаевна, проекты общественных пространств в крупных городах будут обсуждаться именно публично. Каков сам механизм обсуждения их? Кто сможет в нем принять участие и как? Да, постановлением правительства Российская Федерация четко определено. И вообще нужно сказать, что это единственный проект, наверное, отличающий от многих федеральных проектов, когда без решения населения, без его обсуждения ничего не должно и не может реализовываться. Обязательно муниципальная программа должна пройти общественное обсуждение, причем не формально, а можно сказать, живую, или люди должны прийти и проголосовать за тот или иной объект, который должен войти в эту программу. Вот поэтому сейчас определено таким образом. Муниципалитеты вывешивают свои программы на сайте, размещают их. Сейчас идет предварительный отбор объектов. Каждый гражданин может в урны, которые определены в определенных местах, отдать свой голос за тот объект, который ему интересен, который он считает должен быть благоустраиваться или формироваться в первую очередь в населенном пункте. Как-то площадь Орженкидзе, площадь Ленина, площадь Комсомольская, или еще какой-то сквер, или тот же бульвар учителей. В общем, население должно сами прийти и проголосовать. Этот прием предложения у нас должен пройти до середины февраля. В середине февраля уже будет подсчет голосов. Муниципалитет эти результаты вывесит у себя на сайте, разметит в средствах массовой информации, доведет в любом случае до населения. И уже те объекты, которые набрали наибольшее количество голосов, будут предложены для рейтингового голосования, которое предложено провести, мы, по крайней мере, его предлагаем провести в день выборов президента. 18 марта. И 18 марта, когда вы придете голосовать за президента, вы также можете отдать свой голос и отдать свой рейтинг, и преимущество тому проекту, который интересен. И тот проект, который набрал наибольшее количество, уже попадет и будет включен в муниципальную программу 18-19 годов. Именно этот объект. Любой желающий может прийти и поучаствовать? Любой желающий, гражданин Российской Федерации, прикрепленный к тому или иному участку, он может подойти и проголосовать. Ну вот, раз уж мы заговорили примерно о тех местах, которые в дальнейшем могут стать проектом, есть уже перечень этих самых мест? Вот как раз я говорю о том, что сейчас формируется этот перечень. Понятно, что уже у муниципалитета они примерно уже знают, какие объекты по итогам инвентаризации, как я сказала, определили, какие объекты нужно благоустроить сегодня. Как, допустим, в городе Якутске, вот второй этап, там бульвара учителей, там сквер авиаторов, которые они предлагают в Гагаринском округе, или там озеро Шорс, или так далее. Любые другие, на вашей набережной какая-то, или еще что-то. Это население сами должны услышать и понять, что они хотят видеть в нашем городе. Вот эти объекты определятся только в середине февраля. Из этого перечня, уже когда определится наиболее заинтересованным собственниками или гражданами объект, он будет выбираться на рейтинги. Рейтинг пойдет у нас уже 18 марта. Но в феврале все равно будет некая отправная точка. Старт будет задан именно в феврале. Он уже сейчас идет, и уже в кинотеатрах Центральной, в торговых крупных центрах, в Таркату-Имада, в аэропорту. На автобусах будут размещаться урны, в которые каждый гражданин может написать свою записку, что он хочет видеть. Проекты, получается, этапы проектов, которые действовали до 2018 года, и которые после будет второй этап, они как-то существенно еще будут отличаться между собой в целом? Сами отличия проектов нет. То есть, или все, в принципе, остается неизменным? Нет, смотрите, проекты, допустим, по бульвару учителя, они уже сформированы, эти проекты. Они уже есть. Они будут предлагаться населению. Население их будет обсуждать, видеть, как они должны. Может быть, этот проект бульвару учителя кому-то не понравился, или большинству населения города Якутска не понравится. Понятно, что он наберет меньшее количество голосов. А если он ему понравился, он за него проголосует, он видит какой-то проект. Причем этот проект тоже будет обсуждаться, как минимум 30 дней они должны обсуждаться. Обсуждаться они должны также публично, открыто, на собраниях, сходах, на воркшопах, как угодно. Но мы должны каждый внести свою в левту, что где, по сути, должно прямо стоять, и что должно располагаться. Может быть, дизайн проекта каждый гражданин может предложить изменить. Но в любом случае, конечно, будут обсуждать это профессионалы, профессионалы-архитекторы. Без их участия, конечно. А непосредственно кто будет заниматься реализацией уже самих проектов? Подрядные организации. Подрядные организации. Они будут отбираться по конкурсу. Конкурс должен быть уже, будем говорить, если 1 марта у нас дизайн проекта будет утверждаться, в конце марта у нас уже утвердится муниципальная программа, и уже с марта будет объявляться конкурс по отбору подрядной организации. И до сентября-октября эти проекты должны быть реализованы. Понятно, что есть проекты, которые требуют значительного времени, с учетом тем более наших региональных особенностей, климатических наших особенностей, времени, жатого. Нужно тоже посмотреть, и если население предложит эти проекты реализовать и в 2019 году можно, но вот не позже. В любом случае, в течение 5 лет все объекты должны быть нуждающие в благоустройстве, они должны быть благоустроены. Сейчас мы должны определить, какие объекты будут в 2018-2019, какие в 2020-2021, 2022. Наталья Николаевна, давайте еще раз напомним нашим телезрителям, как можно будет проголосовать за тот или иной проект. Проголосовать нужно сейчас. Сперва идет предварительный отбор. Мы приходим в любой удобный, где вы видите урну, с надписью «Комфортная городская среда» или «Формирование», или «Приходи да проголосуй». Как угодно муниципалитеты призывают население проголосовать. Вы отдаете сперва тот объект, который вы видите и хотите, чтобы был и благоустроен в городе. После этого муниципалитеты еженедельно должны размещать у себя на сайте или, опять же, через средства массовой информации тоже доводить, какие объекты набирают больше интерес у граждан. И уже эти объекты в середине февраля будут утверждаться общественными комиссиями. И эти общественные комиссии попадут в бюллетень голосования 18 марта. И вот здесь уже население, когда придет голосовать, оно должно поставить галочку на тем проектам, которые они видят, что должен благоустраиваться в 2018 году. И тот, кто победит, тот победит. Спасибо за участие. С нетерпением ждем февраля. Дорогие телезрители, я напоминаю, что вы смотрели актуальное интервью. Сегодня у нас в гостях был заместитель министра жилищного коммунального хозяйства и энергетики Республики Наталья Чукавина. Оставайтесь на нашем канале. Всего вам удачного. Субтитры подогнал «Симон»!